Мы с вами находимся на выставке «Очаровательная повседневность. История провинциальной моды», которая находится в музее купеческого бытов в поселке Епифань. Перед вами представлены костюмы конца XIX – начала XX веков. В это время силуэт платья строился на корсете. Они были максимально приталены, но для большего удобства они делились на верхнюю часть – это, собственно, жакет и юбка. Данный костюм размер ориентировочный, если на наш ориентироваться, 40-го, то есть это очень хрупкая женщина. Если мы обратим внимание на рост, то, в принципе, тоже достаточно невысокая, миниатюрная. И по ее платью можно сделать вывод, что эта женщина не работала. Дело в том, что платье, во-первых, прекрасного персикового цвета, во-вторых, оно имеет достаточно длинный шлейф, который декорирован кружевной лентой. Дело в том, что понятно, что социального расслоения в одежде того времени уже не было, было скорее экономическое. И если человек мог позволить себе проводить дни дома, не выходя на улицу, собственно, ничем не занимаясь, то, в принципе, это отражалось в деталях его костюма. И здесь как раз это выражено через достаточно длинный и красивый шлейф платья. Сзади юбки в конце 20 века имели небольшое увеличение. То есть если в 1870-х годах с кринолина, с пышной-пышной юбки, перешли на тюрнюр, то есть этот кринолин, грубо говоря, переехал лишь в заднюю часть силуэта, то к концу 20 века от тюрнюра осталась лишь небольшая часть именно сбора ткани, который придавал небольшой объем, соответственно, сзади, создавая такой плавный красивый силуэт. Можно также обратить внимание, что помимо талии, именно в повседневном платье, а мы обратим внимание, что это именно повседневное платье, так как для выхода в свет платья имели декольте и часто открытые руки. То здесь, в принципе, ручки у нас полностью закрыты, воротник, стоечка достаточно высокий, из-за этого создается такой тройной акцент на тонкой талии, собственно, на тонкой изящной шее и на тонких изящных ручках. То есть создается такой силуэт некой хрупкой, изящной барышни. Если мы посмотрим с вами дальше, платье, собственно, достаточно похоже на предыдущее. Это уже можно обратить внимание, что женщина была выше. Это приблизительно 42 размер. Здесь, опять же, это костюм повседневный. Здесь идет акцент на талии, опять же, на тонких руках и на, опять же, высокий воротничок, подчеркивающий шею. Здесь также задняя часть платья имеет складки, которые, собственно, создают объем в его задней части. Но из-за того, что платье не имеет шлейфа, можно сказать, что данная дама, дама, которая его носила, она, собственно, вела достаточно активную жизнь. Она могла либо заниматься хозяйством, то есть не обязательно это была работающая женщина, либо она вполне могла, скажем, работать, опять же, продавщицей. Постепенно уже к 20-м годам женский силуэт пересматривается. Он пересматривается по многим причинам. Во-первых, большая часть населения, именно просвещенного населения, выступает против корсета, приписывая ему достаточно много болезней. И в 910-х годах появляется новый крой платья. Я предлагаю перейти к нам и посмотреть его. С началом 20-го века дамский силуэт терпевает кардинальные изменения. Перед вами платье 1910-х годов, которое получило очень смешное название «Мешок реформ». Так как его силуэт уже не строился на основе корсета, собственно, мы видим, что линия талии весьма свободна. Но все еще сохраняются узкие рукава, воротничок, стоечка. Это уже, так скажем, начало эпохи модерн, что можно сделать вывод, во-первых, по плавным линиям платья, во-вторых, по красивой вышивке, которая как раз-таки весьма характеризует эпоху модерн. Собственно, да, понятно, что под такое платье уже не надевался корсет, но внутри самого платья на уровне бюста вшиты металлические косточки, которые все равно помогали, во-первых, поддерживать фигуру в нужной форме и, так скажем, придавали ей правильные формы для данного платья. Позже, собственно, меняется мода, становится более демократичной, одежда укорачивается. И перед вами, это как раз 20-е годы, это верхнее платье-чехол. Это удивительно тонкое и изящное в своем исполнении платье с декоративной вышивкой стекляруса в области талии. Такое платье помогало очень сильно разнообразить гардероб, так как основа могла у него быть любая. То есть вниз под него могло одеваться белое, черное платье, красное, что, в принципе, помогало достаточно, опять же, разнообразить гардероб. И также в 20-е и 30-е годы мы видим костюм. Собственно, домашний, сшитый, собственно, ручной из заводской ткани. Достаточно простой в своем крое. Это летний костюм. Собственно, данный вывод делается на основе его цвета, то есть летние светлые цвета и легкая-легкая хлопковая ткань. Здесь мы обращаем внимание, что это такой стиль морячка. Такие воротнички приобрели очень небольшое распространение именно благодаря Куко Шанель. Она ввела такую вот демократичную моду как раз на югах Франции, которая, собственно, и распространилась, в принципе, уже по всему континенту и за его пределы. Собственно, именно начало 20-го века положило процесс изменения дамского силуэта в то, что мы видим сейчас. Сейчас, да, понятно, существуют какие-то модные тенденции, но, тем не менее, абсолютная демократизация, желание носить то, что хочешь, и также очень большая часть элементов одежды, которая была перенята из мужского гардероба, опять же, по вот этому вот воротничку морячка. Лопок. Это хлопчатобумажная ткань, собственно, бархат, а это вот синтетическая сетка. Вот это очень легчайшая ткань. В принципе, это платье можно вот так поместить в руку. Эти платья, в принципе, опять же, по шлейфу можно сказать, что это была богатая. Во-первых, платье реформ носили далеко не все, потому что многие, в принципе, до начала 20-х годов продолжали активно корсетироваться и носить вот эти вот приталенные очень узкие костюмы. Городское население могло себе позволить, как и хорошее нижнее белье. Оно тоже было разных категорий, и подешевле, и подороже. Это зависело от ткани, от фурнитуры, от отделки. И, собственно, понятно, что, скажем, самые бедные слои населения, они не могли себе позволить подобную одежду и просто носили то, что у них оставалось. Поэтому платья часто перешивались, передавались от дочери к матери. И, например, ну вот не на этой выставке, но у нас есть прекрасный лифт, такой голубиная грудка, барханный, очень красивый, но от него нет нижней юбки. Просто дело в том, что даже в богатых семьях костюмы складывались в сундуки и хранились на всякий случай. Пошить ребенку платье, либо какой-то костюм для выступления. И понятно, что из подола, где единый кусок ткани, легче шить что-то. Поэтому очень часто именно оставались вот эти верхние пиджачки. И во многих коллекциях музеев именно они сохранились. А вот нижних юбок от костюмов нет. Их не стирали, потому что до современного изобретения красителей, да, они линовые изобрели, они были безумно яркими, красивыми, лимонные, лососевые, лазурные, но не могли добиться закрепления цвета в ткани. Поэтому если банально постирать платье, оно могло стать бесцветным. Чистились, могли, естественно, стирали белье, светлые вещи. Потому что, ну, например, когда мы с вами коснемся проблемы рубашек мужских, там как раз есть съемные манжеты. То есть, в принципе, человек мог поменять манжеты, та часть, которая чаще всего пачкалась, и рубашку стирать намного реже, чем, скажем, опять же, чистить манжеты. В принципе, во второй половине XIX века дама могла спокойно одеться сама. Естественно, если это была аристократка, то у нее была, собственно, служанка, которая помогала, собирала ее. Это просто было правилом этикета. В городской же среде женщина сама одевала себе корсет, платье. Это занимало не так много времени, потому что все-таки не надо забывать, что при том, что женщина работала, она вела и хозяйство. И, в принципе, день у нее начинался рано, заканчивался у нее поздно. Еще она занималась и рукоделием, и вышиванием. У нас большее население, опять же, составляли именно крестьянские женщины. И их фигура, она предполагает некую плотность, статность. То есть здесь нет тонкой талии, здесь, наоборот, такая мощная спина, которая привыкла к работе. Здесь достаточно сильные руки. То есть вот таких изнеженных, рафинированных девушек все-таки было меньшинством. Если мы, например, говорим о начале 20 века, то это изящная дама. С очень тонкими запястьями, с тонкой шеей, с богатыми плечами. То есть, в принципе, вот это, это как раз размер сороковой платья приблизительно. Оно очень маленькое, оно достаточно тесное. И это прям миниатюрная дама. Если мы обратим внимание на платья уже чуть более позднее, 20-х годов, то это стройная девушка нашего типа, да, скажем. Размер 42-44. Вот этот же костюм городской. Дело в том, что в 20-30-е годы происходит в нашей стране массовый приток жителей из деревень в города. Да, и, в принципе, население перемешивается. И вот этот костюм, это уже приблизительно 46-48 размеры. Увидеть образ женщины начала 20 века можно на выставке «Очаровательная повседневность. История провинциальной моды» в музее купеческого быта в поселке Епифания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...